Канал Игромании Канал Игромании А также о продолжениях серий Assassin's Creed Just Dance и The Crew Кроме того, Ubisoft анонсирует выход ряда совершенно новых игр для различных платформ В день открытия E3 2017 12 июня в 23.00 по московскому времени начнется пресс-конференция Ubisoft Она будет транслироваться полностью на русском языке в реальном времени и будет доступна в записи на Ubisoft.com и на каналах Ubisoft ВКонтакте на YouTube и на Twitch С 13 до 15 июня посетители E3 смогут увидеть демо-версии новых игр Ubisoft на стенде компании Кроме того, каждый, кто придет на презентацию получит специальные внутриигровые награды от Ubisoft Club Также на выставке можно будет заглянуть в Ubi Workshop где будет представлена новая одежда аксессуары и коллекционные предметы В специальном разделе Ubisoft Club посвященном E3 всю неделю будут публиковаться самые свежие новости Также там можно будет получить новый контент для игр издательства Американская студия Idle Minds сообщила о своем ребрендинге Создатели ряда игр для консолей PlayStation и мобильных платформ включая Ratchet & Clank Collection Pain и Ratchet Deadlocked HD теперь будут называться Deck Nine Games В настоящее время студия приглашает на работу специалистов игровой индустрии, кино и телевидения для создания сюжетных игр Первая такая игра уже находится в разработке и ее релизом будет заниматься некое крупное издательство Проект, основанный на известной франшизе будет представлен на выставке E3 2017 Ходят слухи, что этим неизвестным проектом станет приквел Life is Strange К такому заключению подводят арты и скриншоты которые недавно появились в сети На них мы видим не только хорошо знакомые места но и главных героинь Life is Strange Макс и Хлою При этом выглядят они более юными чем в оригинальной игре И некоторые из этих иллюстраций предположительно были найдены в ресурсах нового сайта Deck Nine Games Действительно ли студия работает над историей ранней юности Максин и Хлои? Мы узнаем уже на следующей неделе Компания Electronic Arts и студия Ghost Games представили новую часть гоночного симулятора Need for Speed Как и предполагалось, очередная NFS действительно получит приставку Payback а ее действие развернется в игровом аналоге Лас-Вегаса местности под вымышленным названием Долина Удачи или Fortune Valley В игре нас ждет полноценная сюжетная кампания Она расскажет о противостоянии уличных гонщиков и картеля который управляет всеми увеселительными заведениями в городе Новая часть насчитывает внушительное количество автомобилей Игроки смогут модернизировать и украшать машины по своему желанию благодаря новой системе кастомизации Она позволит полностью настроить транспортное средство под себя Need for Speed Payback выйдет 10 ноября на PC, PS4 и Xbox One Игромани и Snickers объявляют о начале масштабного конкурса Snickers What The Fail Awards Первая премия для голодных геймеров будет вручаться за эпичный игровой фейл неотъемлемую часть большинства современных игр Мы дарим вам возможность извлечь пользу из ваших случайных, а порой нелепых игровых ошибок Снимите ролик с лучшим, по вашему мнению, игровым фейлом и поделитесь им с публикой В конкурсе могут участвовать любые проекты От старых добрых олдскульных игр до современных сетевых шутеров Чтобы стать участником этого грандиозного конкурса, вам нужно опубликовать свое видео во Вконтакте или на YouTube с хэштегом What The Fail и затем дождаться появления своего шедевра в галерее фейлов на странице конкурса Snickers What The Fail Awards После того, как ролик пройдет модерацию, он появится на сайте Победитель конкурса определится путем голосования Видео, собравшее наибольшее количество лайков, и станет лучшим игровым фейлом Поэтому конкурсантам важно привлечь к голосованию как можно больше друзей Кричать об этом на каждом шагу Показывать ролик всем своим знакомым А может быть даже и незнакомым людям Чтобы получить шанс выиграть множество крутых призов Всего голодных участников ждет 9 номинаций 8 основных, в которых будет по 3 призовых места И одна особая, 9 номинация Возможно, вас наградят премией Дарвина За самое нелепое поражение от собственных рук А может быть вы играли с человеком, который принимает поражение слишком близко к сердцу? Тогда ваш ролик может претендовать на премию лучший бомбардир Самое главное, не бойтесь запустить вашу фантазию на полную катушку Чем смешнее и забавнее будет ваш ролик Тем выше ваши шансы на победу в конкурсе Наблюдать за конкурсом будет наше жюри В которое вошли самые опытные сотрудники игромании В лице Евгения Пекло, Александра Пушкаря и Алексея Шунькова А помогать им будет популярный видеоблогер Юрий Хованский Участнику, который займет первое место в одной из 8 основных номинаций Достанется консоль PS4 Slim на 500 гигабайт Серебряный призер получит монитор LG 29UM69G А конкурсант, оказавшийся на третьем месте, удостоится клавиатуры Razer Black Widow Ultimate 2016 Помимо этого Юрий Хованский определит, кому достанется гран-при конкурса Приз в 9 номинации Консоль PS4 Pro на 1 терабайт Подать заявку на попадание роликов в галерею фейлов вы можете до 11 июня включительно Голосование стартует на следующий день, 12 июня А в конце месяца в рамках твич-трансляции игромания назовет имена победителей и проведет церемонию награждения Релиз Middle Earth Shadow of War перенесен с августа на октябрь Анонсировано Tropico 6 Свежее обновление Sniper Ghost Warrior 3 уменьшает время загрузки Игра Pyre от создателей Bastion и Transistor выйдет 25 июля на PS4 и PC Автомобильный боевик Crossout перешел в открытое бета-тестирование Парад предметов, на которых можно запускать игры, продолжается Колин Фурце, автор YouTube-канала Invention Show, опубликовал свежий ролик, в котором представил новое изобретение Play-O-Wave Оно представляет собой полностью функционирующую микроволновую печь, совмещенную с компонентным видеовыходом и экраном Чтобы продемонстрировать работоспособность своего изобретения, Фурце запустил ретро-игру и одновременно положил в печь луковицу на 2 минуты Отметим, что из-за микроволнового излучения инженер не смог заменить стекло на экран и поэтому прикрепил его к самой дверце В результате этого ее толщина фактически удвоилась Толку от этого изобретения, конечно, немного, но радует сам факт его существования После этого жаргонное словечко «пекарь» обрастает новыми смыслами Игры от Bethesda, такие как, например, Fallout 4, всегда давали игрокам изрядный простор для творчества Народные умельцы способны не только добавить в проект какие-то авторские детали, но даже превратить его в нечто совершенно иное Моддеры под никами Looping и Tray M представили Pilgrim – мод для Fallout 4, который превращает игровой мир в мрачное и жуткое место По словам создателей мода, вдохновением для них служил американский фильм ужасов «Ведьма» Пилгрим полностью меняет цветовую гамму игры, а также систему погоды Кроме того, благодаря моду в игре будет звучать музыка, созданная для Pilgrim Догмиту авторы добавили горящие глаза, а в будущем пса вообще планируют заменить козлом по кличке Черный Филипп Выглядит все более чем атмосферно, с нетерпением ждем релиза Что вы знаете о российских экранизациях видеоигр? Скорее всего, ничего, потому что их практически не существует Но в скором времени это будет исправлено Отечественные киноделы экранизируют Papers, Please О работе над короткометражным фильмом стало известно от автора самой игры Лукас Поуп подтвердил, что съемками занимаются Никита Ордынский и Лилия Ткач Выпускники Московского института телевидения и радиовещания Останкина На первых фотографиях присутствует актер Игорь Савочкин Который наверняка и исполнит главную роль в готовящейся ленте Дата выхода и другие подробности пока не опубликованы Вас захватил кто-то, махните головой, если захватил Если это розыгрыш, махните... нет На прошлой неделе по российскому интернету прокатилась волна хайпа Связанная с довольно экстремальным розыгрышем Вечером 29 мая в сервисе Periscope обнаружилась странная трансляция В кадре показывали темную комнату, в центре которой находилась привязанная к стулу девушка А на коленях у нее был планшет с таймером Вскоре пользователи начали отмечать сходство композиции с роликом экшена Get Even Релиз которого запланирован на 23 июня Интересно, что на фоне трансляции слышались звуки эфира радио Говорит Москва Ведущие станции стали общаться с девушкой и даже выяснили, что она находится на юге Москвы Как стало известно позднее, трансляция оказалась социальным экспериментом, не имеющим ничего общего с игрой Авторы стрима, сообщество Black Elephant, объяснили, что таким образом хотели изучить реакции пользователей социальных сетей на подобные инциденты Позже в группе сообщества появился ролик с главной героиней трансляции, живой и невредимой Девушка рассказала, что ряд соцсетей блокировал аккаунты со стримом, чтобы не дать вычислить ее местонахождение Так как, по ее словам, они больше переживали за собственную репутацию Руководитель Black Elephant Илья Милехин отметил, что сценарий был записан заранее А элемент с радиостанцией Говорит Москва был добавлен нарочно, чтобы девушка выходила на связь со слушателями А вот представители радио всякую связь с пранкерами отрицают и говорят, что просто хотели помочь девушке, попавшей в беду Интересно, что таким образом Get Even действительно получила очень громкую, а главное бесплатную рекламу в России Эффектное чудо-женщина Арты Injustice 2 Пиксель-арт по мотивам фильма «Нечто» Восхитительные работы Гэбриэля Бюве Жутковатый косплей на клоуна из Оно Штурмовики действительно не очень умны Не кажи гоп Помогите водителю плохо Помогите пешеходу плохо Вот и все за эту неделю Играйте только в лучшие Это знаете как? Чайник долго закипает и чайник долго не закипает Это одно и то же, да? Известная, значит, филологическая интернет-шутка Затем в столкновении Торнадо Энерджи буквально смяли танки Но все сири Это значит, что Торнадо Энерджи как выиграл, так и проиграл Ну что за ебать с редактор этого текста сегодня?